С момента того, как ввели эту углубленную диспансеризацию, тюменцы вообще воспользовались своим правом? Сколько человек прошло? За 2021 год порядка 28 тысяч граждан уже прошли диспансеризацию. На этот год мы запланировали 93 тысячи и 30 тысяч граждан уже получили. Люди должны иметь официальное подтверждение, что человек переболел. Даже в принципе человек не болел, он имеет право пройти углубленную диспансеризацию. Чем отличается вот эта углубленная диспансеризация от обычной, которую мы все проходили раньше? Проводится исследование функций легких, проводится тест с 6-минутной ходьбой, который оценивает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Два года мы жили в условиях пандемии. Плановая медицинская помощь была ограничена, профосмотры отменены. Сейчас все возобновилось, а для переболевших коронавирусом даже ввели углубленный вариант диспансеризации. На какой объем обследований можно рассчитывать в рамках полиса ОМС? Необходимо ли для этого официальное подтверждение переболевшего ковидом? И готовы ли медики к возможному росту обострений либо хронических заболеваний? Все эти вопросы обсудим сегодня. Это программа интервью. Меня зовут Юлия Сауляк. Мой гость Валерия Грибоедова, заместитель директора по медстрахованию территориального фонда ОМС Тюменской области. Валерия Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот скажите, с момента того, как ввели эту углубленную диспансеризацию, тюменцы вообще воспользовались своим правом? Сколько человек прошло? Ну, диспансеризация больных, переболевших острой коронавирусной инфекцией, она началась 1 июля прошлого года. И за 2021 год порядка 28 тысяч граждан уже прошли диспансеризацию. В Тюменской области. В Тюменской области, да. На этот год мы запланировали 93 тысячи и 30 тысяч граждан уже получили профилактическую медицинскую помощь в порядке проведения углубленной диспансеризации после COVID-19. Ну вот все-таки люди должны иметь официальное подтверждение, что человек переболел. Было же много тех, кто, ну он считает, что переболел, но вот анализы не показали это. Вот как с этим дела обстоят? Могу ли я вот, я сомневаюсь, и я думаю, что, наверное, я переболела. Могу ли я взять и пойти? Можете, даже если вы не болели. Потому что вообще углубленная диспансеризация, она не ограничивается только лицами, которые подтверждены, которые болели COVID-19, которые имели положительный ПЦР-тест. Мы все прекрасно знаем, что может быть такое течение коронавирусной инфекции, когда и ПЦР-тест отрицательный. Есть бессимптомное течение коронавирусной инфекции, когда только тест положительный, а других никаких клинических проявлений нет. И даже, в принципе, человек не болел, он имеет право пройти углубленную диспансеризацию. Вопрос только в том, что там достаточно большой набор обследований, и некоторые обследования выполняются только тем гражданам, которые болели новой коронавирусной инфекцией в средне-тяжелой, тяжелой и крайне-тяжелой форме. Ну вот чем отличается вот эта углубленная диспансеризация от обычной, которую мы все проходили раньше? Цель углубленной диспансеризации все-таки выявить осложнение, постковидный синдром, затяжное течение коронавирусной инфекции, и выявить его осложнение. Поэтому в рамках углубленной диспансеризации проводится исследование функций легких, проводится тест с 6-минутной ходьбой, который оценивает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Общий анализ крови, как обычно, в рамках общей диспансеризации, и уже по результатам первого этапа пациент может пройти как одно исследование, так и все три исследования, которые проводятся в рамках второго этапа углубленной диспансеризации. Это компьютерная томография легких, то есть мы можем оценить, осталось ли поражение легких после, например, коронавирусной пневмонии. Пройти эхокардиографию сердца в целях определения наличия осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. И те граждане, я уже говорила, которые болели в средней степени ковидом, либо выше, им исследуется система свертывания крови, и по результатам этого анализа, называется ондодимер, проводится ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. А много вот среди тех, кто уже обследовался, было тех, кто попал вот на этот второй этап и пришлось делать вот эти обследования? Порядка 10% граждан, которые прошли первый этап, направляются на второй этап. Но это в целом и в рамках обычной диспансеризации. А вообще много было выявлено каких-то факторов риска? То есть сердечно-сосудистая система пострадала, возможно, дыхательная система, какие-то первые результаты? Нет, ну, конечно, выявляются. И ковид, мы с вами прекрасно понимаем, что это достаточно тяжелая вирусная инфекция, которая имеет серьезные постковидные осложнения. Слава богу, что они выявляются, и пациент направляется на второй этап, и уже по результатам второго этапа имеет право получить специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Какую, например? Ну, например, может быть, если у пациента развелась хроническая ишемическая болезнь сердца, может быть, выполнено там какое-то оперативное вмешательство в виде стентирования коронарных сосудов. А вообще, вот больше кто на такую углубленную диспансеризацию идет? Молодежь, трудоспособное население или люди пожилого возраста? Стабильно, стабильно, на любой профилактический медицинский осмотр, включая просто профосмотр, включая диспансеризацию, в том числе углубленную, конечно, в первую очередь идут женщины. 59% из общего количества вот по 22-му году прошедших диспансеризацию – это женщины, соответственно, 41% – это мужчины. Но хотелось бы отметить, что процент женщин всегда больше, но… Более ответственные они, к своему знанию. Более ответственные. Но что меня порадовало, что в возрастной группе до 40 лет, хоть и преобладают женщины, но процент мужчин больше, чем в группе, которая больше 40 лет. Понятно. Ну, возможно, их тоже женщины привели. Возможно, привела женщина, да. Скажите, вот еще такая ситуация. Все-таки два года мы жили, так или иначе ограничены были профосмотры. Вполне вероятно, что сейчас может возникнуть рост онкозаболеваний, да, ну, хотя тоже онкопомощь оказывалась, но все-таки люди не ходили на профосмотры, либо там того же туберкулеза. Насколько готова наша система здравоохранения вот к возможному всплеску? Ну, система здравоохранения вернулась в нормальную работу. Все узкие специалисты, которые в поликлиниках были перепрофилированы под оказанием медицинской помощи с новой коронавирусной инфекцией, вернулись в строй, скажем так, да, к своей основной работе. Конечно, потому что перепрофилировано было первичное звено именно вот под ковидные бригады, под оказание экстренной, неотложной медицинской помощи с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день у нас помощь оказывается в полном объеме. Помощь по профилю онкологии не прекращалась ни на один день, ни на одну минуту в течение 20-го, 21-го и 22-го годов. Вне зависимости от того, экстренной или плановой эта помощь была. Дальше хотелось бы сказать, что, конечно, онкозаболевание, результат лечения онкологического заболевания, это выявление его в ходе именно профилактического осмотра. Да, как можно на ранней стадии. Что предполагает отсутствие жалоб у пациента, то есть это первая-вторая стадия. Поэтому с этой целью проводится обычная диспансеризация. Она проводится уже много лет по полису обязательного медицинского страхования. И в старших 40 лет она проводится ежегодно, то есть каждый год любой гражданин может пройти эту диспансеризацию. До 40 лет это в случае, если возраст гражданина кратен трём. И в рамках диспансеризации проводятся обязательные скрининговые исследования. Они тоже рассчитаны под определенные возраста. Женщинам проводится маммография, мужчинам исследование уровня ПСА. Всем гражданам в 45 лет проводится исследование слизистой желудка, мы знаем это, фиброгастроскопия. Кал на скрытую кровь с определенного возраста. В случае его положительного результата колоноскопия всем. То есть абсолютно чётко в приказах Минздрава прописан алгоритм ранней диагностики онкологических заболеваний. А вот те, кто люди пропустили в эти два года, допустим, они по возрасту попадали в эти два года, но пропустили. Как сейчас тогда быть? То есть график сместился или они могут... График не то чтобы сместился, но всё-таки до 40 лет говорить об онкозаболеваниях ещё, наверное, рано. Всё-таки онконастороженность после 40-45 лет должна возникнуть. После 40 лет ежегодная диспансеризация имеет право любой гражданин пройти. Вот это онкология, туберкулёз. То есть люди очень часто боятся, что вдруг это всё затянется, сидеть в очередях и прочее. Существуют какие-то протоколы быстрого, срочного оказания помощи. Я знаю, что как раз по онкологии недавно вводили... Красный бегунок, да, это называется? Ну, это сделано с целях того, что, конечно, любое затягивание процесса, оно ни к чему хорошему не приводит. И чтобы пациент вовремя получил медицинскую помощь, не потому, что эта помощь регламентирована сроками, утверждёнными территориальной программой. Но мы прекрасно знаем, что если у пациента заподозрено, возникло подозрение на онкозаболевание, это может быть обычный врачебный осмотр, если пациент пришёл с определёнными жалобами. Или это профилактический медицинский осмотр. Лечащий врач в течение трёх дней должен обеспечить ему направление к онкологу. У нас соблюдаются эти сроки в течение трёх дней? Ну, у нас это очень строго отслеживается. И органам управления здравоохранением, и страховыми медицинскими организациями, и граждане должны знать, по крайней мере, знать свои права, чтобы их защищать в случае, если они будут нарушены. Три дня к онкологу. Онколог должен направить на определённое обследование. Ну, в зависимости от того, какая локализация и какой алгоритм действий при определённой локализации, либо анатомической области. Госпитализация. Там тоже сроки очень строго регламентированы в течение 7 дней с момента гистологической верификации опухоли. Вот до пандемии была такая история, что выезжали на предприятия, то есть работали выездные бригады по профилактике, проводили дни здоровья, даже обзванивали людей и приглашали на диспансеризацию. Сейчас всё это возобновится? У нас это, в принципе, обзвон застрахованных лиц, он и не прекращался в пандемии. Он прекращался только на время, незначительное время, в 2020 году приостановления, когда приостанавливались, ну, в связи с волной коронавирусной инфекции. В настоящий момент мы уже 59% от тех граждан, которых должны пригласить, мы пригласили, страховые медицинские организации, я имею в виду, главное, чтобы их медицинские организации смогли принять. Но это же не означает, что мы сегодня позвонили, завтра гражданин пришёл. Вот как, кстати, люди идут? Люди идут, но вот я вам говорю, что мы на сегодняшний день порядка 800 тысяч, чуть больше, 830 тысяч, мы должны охватить профилактические медицинские осмотры, включая детей, сейчас говорю, в целом по Тюменской области. 300, чуть больше 300 тысяч – это диспансеризация, и 93 тысяч – это углублённая диспансеризация. Порядка 300 тысяч уже прошло. В целом, всех трёх направлений профилактических медицинских осмотров, естественно, включая детей. Дети очень большой процент. Третья, четвёртая часть примерно. Так, я посчитала, 800 плюс 300, там примерно, грубо говоря. Осталось 500, да, человек. Но мы здесь уже не рассматриваем месяц февраль, когда был Амикрон, да, то есть он, получается, из нашей жизни, профилактической жизни выбил и медицинские организации, и наши застрахованных лиц. Конечно, приглашают страховые медицинские организации, но это делается для того, чтобы гражданин знал, что он имеет на это право. Тем не менее, гражданин, обращаясь в поликлинику, он может записаться. Он может связаться со страховым представителем, если он не может записаться. Он может прийти без записи в отделение профилактики и в этот же день получит медицинскую услугу, профосмотр, диспансеризацию, либо углублённую диспансеризацию. А если он болел ковидом, он может пройти и профосмотр, и углублённую диспансеризацию, либо диспансеризацию в рамках территориальной программы и углублённую диспансеризацию. Потому что цели у этих мероприятий всё-таки разные. Сколько времени в среднем понадобится на прохождение диспансеризации? Ну, если со вторым этапом, то два дня, конечно. Что касается предприятий, то, конечно, у нас мобильные бригады стали снова ездить. Мобильные комплексы за этим будущее, потому что есть учреждения или есть отдалённые территории, где нет учреждения, которое располагает всеми специалистами и может организовать диспансеризацию. Сейчас есть мобильные комплексы, оснащённые передвижным маммографом, передвижным флюорографом, где можно это всё сделать. Но есть такие процедуры, на которые, конечно же, пациент должен будет прийти в поликлинику. Но мобильные бригады у нас по предприятиям ездят. И это приближение медицинской помощи к человеку, ну, это всегда лучше, потому что подчас не дозваться на прохождение. Ну, все оценили, конечно. Да, конечно. Это очень удобно. Давайте ещё раз последний напомним всё-таки тюменцам, как пройти диспансеризацию, куда обратиться? Для того, чтобы пройти диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, либо углублённую диспансеризацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, и предварительная запись для прохождения диспансеризации не нужна. Диспансеризацию можно пройти в отделении медицинской профилактики по месту прикрепления в поликлинике в день обращения. Спасибо вам большое. Пожелаем здоровья нашим тюменцам и следить за своим здоровьем. Да, это была программа интервью. Мы говорили о диспансеризации, в том числе углублённой. В гостях была Валерия Грибоедова, заместитель директора по медстрахованию территориального фонда ОМС Тюменской области. До новых встреч!